Лучшими игроками в настольный теннис становятся на севере. Соревнования всероссийского уровня среди юношей и девушек до 16 лет проходят в Архангельске уже во второй раз. Лидия Папуш увидела. Юные спортсмены из 70 регионов начали борьбу в первенстве России по настольному теннису. Заветные медали ребята могут получить как в личных зачетах, так и в командных. За ракетки взялись лучшие игроки страны. Недавно совсем я заняла первое место на Северо-Западе до 16 лет в Личке. Также второе место в женских парах и третье место в смешанных парах. Было довольно тяжело, но меня поддерживали. И в родных стенах это было сделать легче, чем на допустим другом зале. Соревнования откроют для спортсменов новые возможности, а кто-то сможет повысить профессиональный уровень. Соревнования очень престижные, очень хорошие. Так как здесь можно рейтинг поднять, можно КМС выполнять, кандидат мастера спорта. Но планы – место хорошее занять, сильных игроков выигрывать. Сложный вид спорта, но очень интересный. Секции школы настольного тенниса в Архангельской области готовят чемпионов и призеров. Этот вид спорта остается одним из самых популярных среди северян. Команда девочек выиграла, они попали в восьмёрку. И сейчас они будут играть с командой номер один, с командой Оренбурга. По результатам этих соревнований определяется сборная России, которая участвует уже и в каких-то соревнованиях в азиатских играх. Площадка для проведения турнира в Архангельске готовилась в соответствии с общепринятыми стандартами. Настольный теннис – это один из самых широко представленных видов спорта в Международной Федерации более двухсот стран. И у нас даже в России трудно представить себе школу, где не стоял бы теннисный стол, и на уроках или на переменах дети не играли бы. Поэтому, естественно, необходимо принимать все усилия для того, чтобы и дальше его развивать, популяризировать и увеличивать количество любителей этого вида спорта. Финальные игры и церемония награждения призеров состоится 30 апреля. Лидия Папушин, Танина Леведева, Ольга Красулина, Регион 29.